Они не имеют рук, но их строительному мастерству можно позавидовать. Каждый из них возводит жилища, исходя из стоящих перед ним задач и вкусовых предпочтений. Работая клювом и лапами, пернатые архитекторы создают удивительные строения, каждая из которых совершенно особенная. Ведущие дизайнеры птичьего мира проживают в Африке, Америке, Австралии, Индии. Это ткачик, рыжепечник, шалашник, арапендала мантецума, краснолобая портниха. Однако у нас речь пойдет о самых искусных пернатых архитекторах, гнездящихся на территории России. Присмотритесь к самым обычным гнездам пеночки, дрозда, пересмешки. Как аккуратно и замысловато переплетены в них травинки, образуя корзиночку. Чтобы выполнить такую работу, нужно обладать незаурядными ткацкими способностями. Что уж тогда говорить о мастерстве ремеза, который создает самый настоящий архитектурный шедевр, наподобие африканского ткачика. Вся конструкция напоминает варежку с дыркой на пальце, которая висит на длинной веревке на конце тонкой ветки. Строят гнездо самец, используя волокна тростника, травинки, животный и растительный пух. Гнездо надежно вплетено в ветку так, что даже самый сильный порыв ветра не способен его оторвать. Чтобы яйца не разбились, самка оборачивает их мягким пухом. Гнездо ремеза является самой надежной защитой от хищников. Конструкция прекрасно сохраняется и на следующий год, но повторно никогда не используется. Особого внимания заслуживает гнездо Иволги. Примечательно оно тем, что висит как маленький гамачок в развилке тонких ветвей. Основа гамака плетется из стеблей травы, лыка, растительных волокон и полосок березовой коры. Гнездо выдерживает сильный ветер, раскачиваясь на ветке, словно колыбель. Яйца из такого гнезда никогда не выпадут, потому что по внутреннему краю колыбельки сделан сплошной валик. Строят гнездо обе птицы. Используется такой гамачок только один сезон. При строительстве гнезд птицам приходится не только ткать и плести, но и выполнять самые разнообразные работы. Городские и деревенские ласточки лепят гнезда из размокшей глины, перемешивая ее с растениями, наподобие рыжего печника, проживающего в Южной Америке. В качестве склеивающего материала используют собственную слюну. Получившемуся саману они умело придают нужную форму. Внутри выстилают мягкой подстилкой из травы, перьев и пуха. В строительстве принимают участие обе птицы. Ласточки используют свои гнезда много лет подряд. Такие постройки можно встретить под крышей, карнизами, в оконных проемах. Любят селиться в сараях и гаражах. Интересные гнезда строят сороки. В строительстве принимают участие обе птицы. Жилища они строят из сухих веток. Оно имеет шарообразную форму с крышей и небольшим отверстием сбоку для входа. Сводчатый навес предназначен для защиты яиц и птенцов от природных врагов. Лоток гнезда обычно сконструирован из травы, листьев, корней и обмазан глиной. Каждая пара строит несколько гнезд, но занимает только одно. Свои гнезда сороки используют несколько сезонов. Мастера маскировки – самки зяблика и щегла. В этом искусстве они часто превосходят все пернатое окружение. Зяблик – располагает гнездо обычно у основания развилки толстых сучьев. Щегол – высоко на дереве, на тонких верхних или боковых ветках, иногда у ствола, но обязательно в пучке тонких веток. Для маскировки они используют разноцветный мох, кусочки бересты, лишайник. Для прочности обматывают паутиной. Их гнезда очень похожи, только у щегла немного меньше. Наружные стенки гнезд почти сливаются с корой дерева. Выглядят они как небольшой нарост. Отдельного внимания заслуживает гнездо певчего дрозда. Оно отличается от гнезд других дроздов. Строительным мастерством наделила природа самку. Сначала она вьет основу из прутков в виде глубокой чаши. Затем, в отличие от других дроздов, внутри штукатурит смесью глины, древесной трухи и слюны. Для этого вращается на куче гнездового материала в разные стороны. Штукатурка выглажена с такой тщательностью, что иногда даже блестит. Зато снаружи гнездо похоже на кучу лесного мусора. Обнаружить его очень сложно. Такие постройки и на следующий год выглядят свежими. Их могут занимать другие птицы, но сами дрозды для каждого выводка обязательно строят новое гнездо. Самое долговечное гнездо строит аист и крупные хищные птицы. Такие гнезда используются много лет подряд и постоянно достраиваются. С годами высота гнезда может достигать двух метров. Под его тяжестью может обломаться дерево. В стенках таких гнезд часто селятся воробьи и другие мелкие птицы. Удивительные жилища строят зимородки и щурки. Лапками и клювом они роют норки в отвесных, песчаных или глинистых берегах. Длина норки от 50 сантиметров до 1 метра. В конце хода находится круглое расширенное пространство, в котором выводится потомство. Дятлов природа прочно привязала к стволу дерева. Являются они одними из немногих пернатых, которым дом нужен круглый год, а не только на период вывода птенцов. В дождливую погоду и даже теплыми летними ночами они сидят в сухих, уютных дуплах. Жилье меняют два раза в год. Весной над гнездовым дуплом супруги работают по очереди. Осенью каждый строит квартиру для себя одного. Вот такие удивительные, надежные и уютные жилища делают птицы. Их изобретательность впечатляет. И все это без рук и вспомогательных инструментов. Субтитры создавал DimaTorzok